Пам-пам-пам-пам, привет, друзья! Я очень вам благодарен. И на YouTube-канале, где мы проводили открытую трансляцию, и в Telegram, куда кто не записал, пожалуйста, записывайтесь, потому что будет очень интересно. И вот теперь послушайте. Сегодня мы провели открытый эфир. Ликбез бесплатный, очередной, регулярный, который мы раз или два раза в месяц проводим, наряду с вебинарами, которые нам предстоит еще проводить. И там было по освобождению от зависимости. И мы пригласили туда очень много людей, и там было очень много людей, и новичков очень много, одновременно смотрели там 700 человек, и там вот очень много было, это одновременно только. И там прямо на глазах, где мы просили выйти людей, которые пользуются приемами, что-то не получается, и тут же они выходили, и у них получалось. И даже люди, которые там год-два там не улыбались, вдруг начали улыбаться, вот, ну там много чего хорошего происходит. И я говорил о том, что по отвыканию этот ликбез, и что мы сделали такой пояс, где можно запрыгнуть любому человеку, такой шанс дается отвязаться от какой-то вредной зависимости, ну и поэтому договорились следующий ликбез провести через 2-3 дня, мы напишем еще, мы сделаем это объявление дополнительное. А тот ролик, вот, мы должны перемонтировать, потому что в этот момент, видимо, зашли наркоманы, либо какие-то тролли, ну целым полком зашли, давай порнушки какие-то выставлять там, и все, ну видимо, или мы слишком такие популярные, что нас уже так троллят и блокируют, или мы, значит, действительно они нуждаются в помощи. Потому что запись же какая была, ну то есть в объявлении, освобождение от зависимости, и для наркоманов, и для тех, которые хотят меньше тортиков кушать, заедать свой стресс, и для тех, которые хотят от вредных привычек, и так далее. Короче говоря, мы сейчас перемонтируем все это, и через день-два, ну да, забьем вот это фильтром, или еще как-то сделаем, если получится, это же целая история. Мы три часа подряд проводили этот ликбез. Какие люди хорошие у нас все-таки, какие хорошие люди. А этим ребятам, может подростки какие, может им помощь нужна, я готов всегда, чтобы мы были в помощь. Поэтому если кто-то из них настроится, понял, понял, что он может получить, получить для себя шанс в жизни, да, да, пожалуйста, пусть заходят в следующий раз тоже, но без всяких троллей. Аккуратно, спокойно, вежливо, да, это же у нас школа человек будущего, хомофутурус, мы учим человечности. Вот именно. И самое главное, я сказал, что мы хотим, наши приемы, приемы, которые я в книге «Защита от стресса» еще в 96-м году назвал приемы нейрокибернетики, а мой коллега-друг Николай Сорокин, который наукой занимается, и биолог сам по себе, и очень много чего делает, там, праздники науки, и так далее, вот он предложил вообще, что это кибернетика стресса, то есть управление. Почему я это раньше называл приемы нейрокибернетики? Потому что наука отличается именно тем, что работает независимо от того, что вы по этому поводу думаете, верите вы в это или не верите вы в это. Работает как вот, например, есть такой образ, палец в розетку засунет, штуком стукнет, но это закономерно. Или автомат Калашникова, если ты стреляешь, получается, не берешь, не получается. Ну, короче говоря, у нас в этой же книге, я говорил, есть у нас вот подросточки, дети, да, из азбуки саморегуляции для детей, их родителей, педагогов, вот эти приемы дети давали бабушкам своим, они делали эти приемы, и у них автоматически голова переставала болеть. То есть они же заранее не знали, что это может головную боль снять. То есть работать независимо от того, что вы по этому поводу думаете. Поэтому приемы научные. Это наука. Это очень важно. И наука заключается в том, что вы перебираете действия, любые действия, которые вам к голову приходят, изобретаете свои действия, любые действия, которые вам хочется повторять, хочется продолжать. Это механические повторяемые движения, да, потому что повторяемые движения снимают напряжение. Это и левитационные движения. Перебираете их, ну там всё, у нас в школе человек, Буша, Homo Futurus, всё рассказывается из ролика в ролик, с разных сторон, с разными приемами, с разными примерами. Это наука. Управление своим состоянием. Это очень важно. И когда она основана на использовании нулевого состояния, как нейтральной скорости в коробке передач автомобиля, через которую в мозге происходит переключение, это по моей модели работы мозга, которую я пробировал, в Беслане выводил людей из острых стрессов, детей и взрослых, в Каспийский два раза, в Кизляре, обучал военных психологов, обучал психологов Минобразования, обучал журналистов улетающих в горячие точки, обучал военный персонал перед ходом в этом охотку к Курск, обучал испытателей международной космической программы Марс-500, обучал спортсменов на международных соревнованиях, обучал олимпийских, короче говоря, много-много-много лиц опасных профессий и лиц творческих профессий, поэтому это всё проверено, многократно утверждено, Мизраве утверждено, ещё в 87-м году создан метод саморегуляции в Центре подготовки космонавта в 81-м году, оказался очень нужен для всех, потому что и в йоге его используют, и для медитации используют, и для цигуна используют, это ключ к системам, ключ к любым методам, потому что это самосоль методов, и поэтому, когда люди мне пишут в кометах, да, мы знаем, у нас все пазлы сложились, и так далее, да, это есть в йоговских упражнениях, везде это есть, просто у нас здесь доступно, понятно, с примерами, объясняется, что такое нулевое состояние, состояние, когда у вас ум становится ясный, да, при этом глубине души покой, когда вы из шторма выходите, и смятение мыслей, безмятежность, а скорость, скорость изменения состояния, да, либо с помощью повторяемых движений, которые снимают напряжение на различных частотах, либо с помощью левитационных движений, и там и там переход в автоматизм, и формула ФА, формула автоматизации начатого действия, когда конкурентные движения делаете, придумываете конкурентные движения, которые сразу снимают стресс, и там, когда я обещал, 5 секунд прием, который снимает стресс сразу за 5 секунд, это можно оцепенеть, застекленеть глазами, застыть, оцепенеть, думать о чем думается, 5 секунд вот так напрягся, раз, отпустил, сел, и тебя уже повело, и ты уже думаешь о чем думается, волна получается, и ты выходишь на такое состояние безмятежности, если был шторм, теперь ноль, голова как пустая, появляется ощущение легкого нерванического эффекта, потому что вместо адреналина теперь включился эндорфин, потому что в клетки мозга пошел кислород, потому что кровоснабжение мозга стало улучшаться, и ты, если даже был агрессивный, раздражительный, если у тебя что-то не получалось, и ты или часто уставал, или ты был зависим от какой-то неприятной штучки, например, от сахара, или там от какого-то табака, или там от выпивки, или еще от чего-то, ты можешь в этом состоянии нуля разъединить эту, вот понимаете, вот вы когда нервничаете, вам хочется покурить, да, вы можете в этом состоянии нуля помечтать о том, именно в нуле, помечтать о том, что когда вам хочется при стрессе, при напряжении покурить, потому что стресс это неуправляемый транс, а здесь вы вышли из этого самогипноза, вы вышли на ясную голову, и теперь вы можете помечтать, и представить себе мысленно, что когда вы нервничаете, вместо этого вы делаете что-то то, что вам полезно, таким образом вы разъединили две половины мозга, условно говоря, и снова их соединили, создав там новую нервную связь, да, и теперь вам легче отвыкать от вредной привычки зависимости, это может быть любая зависимость, или там игра в казино, или там, допустим, когда вы осваиваете новую профессию, у вас может быть страх все время возникает, что у вас что-то не получится, ну, много-много чего, короче говоря, мы этот ликбез, который провели в открытой трансляции, бесплатной, перемонтируем, уберем всех троллей, с этими порнушками, которые они туда вставляли, их, если это наркоманы, и которые пришли за помощью, да, еще раз говорю, пусть приходят, насколько могут в культурной форме, тогда мы их пустим, и вот послушайте меня, дело в том, дело в том, что оказывается, фобический синдром с паниками формируется так же, как формируется зависимость, и дело в том, что я вот был у Падро Элиджио в Италии, там, видел эти общины с наркоманами, я там их учил этим приемом и так далее, я там на ликбезе говорил, там одна девочка подошла, Падро Элиджио говорит, передайте доктору Алиеву, большое мое спасибо, потому что тренер зуб болел, а теперь, говорит, после этих приемов перестал болеть, но он был такой счастливый, потому что мы были гости, и они были, короче говоря, наркоманы были крутейшие, и там один из наших не выдержал и спрашивает, вы так все время улыбаетесь, ходите, вы нам приносите вино сухое, вы приносите нам сигареты, а сами, как вы так вот, и не курите, и не пьете, наркоманы, может вы не наркоманы, а у вас дорожки есть, говорит, а там один спрашивает, какие дорожки? Он говорит, ну у наркоманов, бывают вот эти вот дорожки, он говорит, у нас не дорожки, а он говорит, а что у вас? Автостради, раз, и тут прямо ропсы такие, два года они там находятся, находятся и освобождаются. Почему я там был, почему я там показывал, почему я пользовался успехом Патрио Лиджи, он мне написал книгу такую с хорошим таким, с такой надписью. Да, и много лет прошло, и как-то я с одним итальянцем, моим товарищем, ему позвонил, и он говорит, доктор Хасай Кавказа, Кавказа, да-да-поль, сколько, 20 с лишним лет прошло, да гораздо больше даже. Помню, помню. Короче говоря, дело в том, что вот этот период отвыкания от наркотиков, отвыкания от зависимости, даже от пищи, которую ты хочешь не есть, потому что тебе это, допустим, не подходит, там, может, молоко, может быть, там, мёд, может быть, там, ещё чего-то, может, сахар не подходит, а ты привык к сладости какие-то есть. Вот, чтобы отвыкнуть, выходишь на ноль, там мечтаешь, что вместо этой сладости ты делаешь какое-то действие и меняешь, меняешь там связи, меняешь. Ноль нужен для того, чтобы что-то в себе улучшить, что-то в себе поменять. Так если ты научаешься подбирать себе приёмы по принципу комфортности максимальной, сам процесс подбора путём перебора развивает личность творческую, выходишь на эти приёмы, которые хочется продолжать, ну, там много у нас роликов, выберите на YouTube-канале, целебный ролик, точка, помоги себе там, сам точка, потом посмотрите, много роликов, как снимать стресс, как развивать творческие качества и возможности, как становиться сильнее, там у меня есть ролики такие, которые, как помочь себе увеличить реакцию мышления, как со скоростью инстинктивных реакций создавать изобретения, ну, там очень много всего, пожалуйста, берите, и мы договорились, что через день-два будет сейчас объявление, опять их без проведём, а потом проведём ещё и вебинар, это вообще фантастика, потому что прямо на глазах люди меняются. И в йоге это можно применять, и в медитации это можно применять, и перед обучением иностранного языка, потому что раскрепощённый человек, у него нету этого туннельного зрения, у него снимаются шоры, у него освобождение от блоков тела и сознания, и он мыслит уже свободнее, без страха, без комплексов и стереотипов. Это очень здорово, потому что человек по природе творец, и когда ему не даёт быть творцом, у него возникает стресс. Да, это очень важно, и стресс возникает иногда, потому как он совершает действия против своей природы. Он хочет что-то делать, а вынужден делать не так. И вот этот конфликт создаёт напряжение. И ещё потому, что вытеснены эмоции. Ну, какую-то эмоцию вытесняешь, она всё равно остаётся, если она неотрагирована. Но есть совесть, этика и психофизиология. Если ты сделал что-то, что противоречит твоей морали внутренней, если ты как-то вот в какой-то момент потерял равновесие и позволил себе это, ты потом переживаешь, и вот эта неотрагированная правильная эмоция, она всё равно тебе подведёт. Ты всё равно это на ком-то сбросишь. Неотрагированная эмоция, она никуда не денется. И поэтому люди страдают. У них психосоматика, у них много проблем, у них стресса. А когда ты занимаешься любимым делом, у тебя полная синхронизация между твоим состоянием и деятельностью. И когда ты подбираешь по этому же принципу действия синхронной своему состоянию в моменте, у тебя тоже появляется вот это состояние. Груз плеч становится легко, свободно. Если ты давно не улыбался, то ты начинаешь улыбаться. А мне сегодня там написали, слушайте, вы как скала, там вас троллят, троллят такое, как скала, вот так спокойно, в равновешенном. Нет, я внутрь-то, конечно, понервничал, потому что я-то могу выдержать не только это, но люди-то это смотрят. Поэтому подождите день-два, мы всё перемонтируем, и вы увидите. Наших участников, школы Чек будущего, Homo Futures, которые помогали своими советами, и которые есть в наших книгах со своими именами, да, и как вообще переводить энергию страха на решение нерешаемых вопросов, как стресс-трамплин, используя потенциал своего нервного напряжения, чтобы он вас не разрушал, а вы были созидателями, и изобретали новое. Иначе человечество вымрет, как вымерли мамонты при сменной погоде. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok